Уважаемые зрители, все чаще в последнее время вы спрашиваете о том, как получить гражданство Северного Кипра, можно ли получить постоянное место жительства, насколько это сложно, сколько это стоит. Обязательно смотрите это видео до конца. В конце я перечислю признаки тех, кому по закону Северного Кипра ни гражданство, ни ПМЖ, ни даже вид на жительство на Северном Кипре не светят. Итак, вы уже знаете, что Северный Кипр это безвизовая страна. Если вы сюда въезжаете, то вы прямо на въезде, например, в аэропорту Эраджан получите так называемую въездную визу на срок от 2 недель до 3 месяцев в зависимости от ваших личных обстоятельств. Если вам нужно будет находиться на Северном Кипре срок больше, чем в вашей вот этой въездной визе, которую вы получаете прямо при въезде на Северный Кипр бесплатно, вы просто идете в иммиграционный департамент в Никосии и вам продлевают на срок до 3 месяцев. Важный лайфхак. Если вы не хотите, чтобы этот штампик о въезде на Северном Кипре вам ставили в ваш загранпаспорт, то прямо на пограничном контроле в аэропорту либо в порту вы попросите у иммиграционного офицера такой небольшой бланк формата приблизительно опять, куда вы вписываете свои паспортные данные и вам штампик поставят не в паспорт, а на этот бланк. И выезжая из Северного Кипра, вы тоже будете с этим вкладышем в паспорт. Если для вас сейчас важна тема получения ВНЖ любой европейской страны, ставьте лайк этому видео. После того, как вы прожили на Северном Кипре по ВНЖ 5 лет и получили уже 6-й ВНЖ, вы имеете право подаваться на постоянное место жительства. На Северном Кипре это называется Беяскимлик, в переводе на русский белое удостоверение личности. Получив его, вам не придется каждый год продлевать вид на жительство и вы будете пользоваться всеми основными правами граждан Турецкой Республики Северного Кипра. Кроме избирательного права, права служить в армии, а также у вас все еще будут ограничения по количеству объектов недвижимости, которые вы можете приобрести и оформить на свое имя, так как вы все еще будете иностранным гражданином. Подать на гражданство иностранец имеет право после того, как 10 лет отработал на Северном Кипре и получил 11-ю рабочую визу. Либо же через год после того, как оформил брак с гражданином Турецкой Республики Северного Кипра. Еще есть программа получения гражданства для инвесторов, но она намного менее интересна, чем аналогичные программы в других странах, поэтому о ней мы говорить здесь не будем. Сейчас перечислю вам список документов, которые вам необходимо подготовить для подачи на ПМЖ либо гражданство Северного Кипра. Итак, копия паспорта, справка об отсутствии судимости получена здесь на Северном Кипре. Ее можно получить в полиции, вы приобретаете марки на сумму 98 турецких лир, по крайней мере на сегодняшний день такая сумма. Прикрепляете к заявлению копию своего паспорта и приблизительно через 3-5 рабочих дней приходите и получаете справку об отсутствии судимости. Также будет нужна справка об отсутствии судимости из страны гражданином, которой вы являетесь. Нужен будет оригинал и здесь на месте ее нужно перевести на турецкий язык и легализировать. Также вам нужна выписка о всех пересечениях государственной границы. Этот документ называется «Гереш Чекеш Докумю». Он берется также, как и справка об отсутствии судимости в местном отделении полиции, только в иммиграционном департаменте. Вы заполняете бланк и покупаете марки на сумму 38 лир 50 курушей и вместе с копией паспорта подаете вместе с заявлением иммиграционному офицеру. Но есть нюанс. При заполнении заявления обязательно напишите, что вы берете справку, эту выписку о въездах, выездах из страны именно для получения ПМЖ либо гражданства. Тогда эта справка будет более детальной. Она называется «Виза лиги Реш Чекеш». Ожидайте на месте минут 10 и получайте из рук иммиграционного офицера оригинал этой справки. Собственно, на данном этапе эта выписка о въездах и выездах из страны является главным документом, на основании которого иммиграционный офицер, когда вы подадитесь на гражданство или на постоянное место жительства, он посчитает количество дней или лет вашего пребывания в стране и оценит, имеете ли вы уже право поддаваться на ПМЖ, либо на гражданство Северного Кипра, либо вам не хватает еще каких-то дней или месяцев и вам нужно какой-то срок еще подождать. А также, если вы состоите в браке, вам нужно приложить свидетельство о браке, которое также нужно перевести и легализировать здесь, на Северном Кипре. Комменты еще какие-то есть? Да, еще нужно приложить свидетельство о рождении, оригинал с апостилем. И здесь на месте, как и все остальные документы, нужно перевести и легализировать. Нужна копия свидетельства о праве собственности, это правовой титул на недвижимость, либо хотя бы договор купли-продажи недвижимости, который зарегистрирован во всех необходимых государственных органах. И последнее, это справка от Мухтара. В Советском Союзе это был квартальный, здесь это называется Мухтар. Справка о том, что вы проживаете в данном объекте недвижимости. Опять же, запрашивая эту справку, нужно сказать, чтобы он написал, что это справка для получения гражданства, либо для получения боязким лиг, ПМЖ. Полный список документов, которые вам потребуются для подачи на постоянное место жительства, либо гражданства Северного Кипра, мы оставляем в нашем телеграм-канале. Ссылочка в описании к этому видео. Запись на ПМЖ, либо на гражданство, производится онлайн на веб-сайте Министерства внутренних дел. Пожалуйста, собирайте все вышеперечисленные документы буквально за несколько дней до того, как вы будете подаваться, до того, как вы пойдете на прием в иммиграционный департамент, который здесь романтично называется рандеву. Потому что если документы будут немного уже устаревшие, то вы приедете на прием, вас примут, посмотрят на них, скажут, уже они устарели. Пожалуйста, подготовьте свежие, вам придется записываться на прием еще раз. А также будьте, пожалуйста, готовы к тому, что иммиграционный офицер в ходе оформления ПМЖ, либо гражданства, попросит вас привезти какие-то дополнительные документы. Вот в сегодняшнем видеоролике наша задача показать вам базовый список, дать вам базовый список документов, но в зависимости от вашей конкретной ситуации иммиграционный офицер может попросить вас довезти что-либо еще. После того, как иммиграционный офицер примет у вас документы на ПМЖ, либо гражданство, он вам выпишет направление в государственную клинику, чтобы вы прошли медицинский контроль и сдали анализ крови, чтобы убедиться, что вы не болеете тяжелыми инфекционными заболеваниями. Как вы знаете, на Северном Кипре нет ВИЧ, сифилиса, туберкулеза и гепатита, и государство не хочет, чтобы люди с этими заболеваниями приезжали сюда, на Северный Кипр. Как видите, процедура получения ПМЖ и гражданства на Северном Кипре, она не такая уж сложная, даже нет обязательного экзамена на знание языка. При том, что Северный Кипр это непризнанное государство, как видите, турки-киприоты свое гражданство очень ценят, и срок его получения, он даже дольше, чем в признанных странах Евросоюза, либо Великобритании, Соединенные Штаты Америки, Канады, Австралии, либо Новой Зеландии, вот таких вот стран, куда обычно стремятся переехать иностранцы. Но, если вы решили переехать жить на Северный Кипр, то получение ПМЖ, либо гражданства, на мой взгляд, это нормальный, правильный и логичный ход для того, чтобы получить больше прав и больше уверенности в завтрашнем дне здесь, на Северном Кипре. Если же вам вот прямо сейчас срочно нужно сменить гражданство своей страны на какое-то другое гражданство, либо если вам нужен какой-то документ, какой-то паспорт для того, чтобы свободно передвигаться по миру, в этом, к сожалению, гражданство Северного Кипра вам вообще никак не поможет. Как видите, это гораздо более длительная процедура, а также это непризнанная страна, поэтому с этим паспортом дальше Турции вы никуда не выйдете. Несмотря на то, что процедура кажется довольно простой, на каждом этапе вы все равно можете столкнуться с какими-либо сложностями. Если это произойдет, обращайтесь в нашу компанию, с удовольствием вам во всем поможем. Мы занимаемся этим уже более 20 лет, поэтому вот любая ситуация, которая у вас на этом пути может приключиться, мы уже с ней сталкивались, либо наши клиенты с ней сталкивались, и мы уже точно знаем, как ее благополучно решить. Но только не в том случае, если вы относитесь к тем категориям граждан, кому по закону гражданство Северного Кипра не светит. И вот, что это за категория. Человек, который, по мнению директора иммиграционного департамента, не в состоянии обеспечить себя, а также людей, за которых он несет ответственность, либо который потенциально может попасть в такую ситуацию. В общем, Северный Кипр по закону не для бедных людей. Далее, любое лицо, которое является умственно отсталым, психически больным, или иным образом недееспособным, или по какой-либо другой причине не способно должным образом позаботиться о себе. Кроме этого, конечно же, все, у кого есть серьезные инфекционные заболевания. А также люди, которые были осуждены за убийство, либо другое тяжкое преступление. Также на Северном Кипре не рады тем, кто работает в индустрии интим услуг, либо живет за счет доходов от этой индустрии. А также любое лицо, действие которого, согласно представленных доказательств, может подставить под угрозу мир, общественный порядок, административный порядок, или общественную мораль, или вызвать враждебность среди населения Турецкой Республики Северного Кипра. А также члены незаконных организаций. Либо любое лицо, которое ранее уже было депортировано с Северного Кипра. Я уверен, что среди вас, моих зрителей, нет никого из вышеперечисленных категорий. Поэтому смело обращайтесь и получайте ВНЖ, ПМЖ, либо гражданство Северного Кипра. Мы вам в этом с удовольствием поможем. Продолжение следует...